Здарова, друзья мои! Всем привет-привет! И сегодня у меня для вас небольшой, но интересный ролик. Кстати, очень многие о нем просили, мне писали в комментариях. И я подумала, почему бы нам не сделать этого персонажа? Да, у нас сегодня создание персонажей, Каз, и мы сегодня попробуем создать главную героиню игры Френ Боу. Мы попробуем создать саму Френ. Честно говоря, я не знаю, как она у нас получится, потому что у нее достаточно специфический наряд. Нет, ребята, это не Френ Боу, это наш стартовый персонаж, который каждый раз появляется, когда я захожу в Каз. Ну, этот или какие-нибудь другие. Итак, мы попробуем создать сегодня Френ. Я хочу попробовать создать ее, наверное, в виде ребенка. Ну, ей же 10 лет. Хотя мне было бы интересно посмотреть, какой бы она стала, если бы стала тинейджером или же подростком. Ну что, я думаю, что мы с вами не будем, ну, правильно, тинейджером или молодым симом. Ну, я заговариваюсь иногда, вы же сами знаете, особенно учитывая, что я записываю ролики по ночам. То, да, оговорчики у нас бывают. Ну, что поделаешь. Итак, мы попробуем сегодня создать нашу прекрасную Френ. Я надеюсь, что она у нас получится. И, ребятки, если вам нравится рубрика по созданию персонажей, не забывайте предлагать каких-то своих интересных персов. Допустим, вы кого-то хотите увидеть живого человека или из игры. Неважно. Пишите, конечно же, в комментариях и не забывайте ставить лайк. Ну, а я буду стараться загружать тех или иных персов в галерею. Ну что, погнали, будем создавать Френ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, в принципе, конечно Да, это нам не особо подходит Ну и такой вариант В принципе, ладно Остановимся на таком Что у тебя с шей Давай хоть похудее тебе шею сделаем И мне кажется тебе синячки Нужно побольше подрисовать Так, ты же у нас Вечно не высыпающаяся дамочка Что у нас тут есть с синячками, ребят? Оу, поцелуйчики Поцелуйчики нам не нужны Нам нужно что-нибудь Типа а-ля синячков По-моему, у меня что-то было Да, наверное, остановимся на тех же, что я использовала. Только я хочу хотя бы реснички добавить. Текс, что у нас тут? Можно ушки сделать? Но я думаю, что ушки нам не нужны. Давай-ка мы тебе реснички добавим. Так, смотрим, ребятки. Ну, хоть какие-то реснички у нас есть. Френд же должна быть, ну, хоть немножко на человека похожа. Так, готово, ребят. Знаете, смотрится оно очень даже прикольно. Так, и теперь нас интересуют короткие платья. Ой, сколько же у меня этих платьицов-то? Платьицов. Может быть, я хоть что-то похожее у себя найду? Нет, это нам точно не подойдет. Ну, такой вариант, но это сам банальный. О, слушайте, а у меня такое вот есть платьице. Но оно мне, правда, не очень нравится. Но, знаете, хоть что-то отдаленно, но похоже. Так, что у нас есть еще? Такие? Ну, это, знаете, такие все варианты. И, понятное дело, что неподходящие по стилю. Вот тот вариант мне очень даже нравился. Давайте-ка еще, может быть, немного листанем. Но я думаю, что мы остановим свой выбор именно на том. Кстати, нас же интересует желтое платье. Давайте выберем цвета. Желтый, желтый, желтый. Ух ты! Давайте тогда так уже пробежимся. Ну, тут не то, не то. Хотя вот этот вариант, нет, не подойдет. Платьица, платьица. Вот, в принципе. Ну, тут у меня никаких бантиков нет. Так, смотрим. Это, конечно, очень желтый вариант. Знаете, наверное, самый желтый из всех желтых. Я думаю, что, скорее всего, мы выберем вот этот. Что у нас по чулочкам? Точнее, тире... О, супер. У нас такой есть вариант. И ботиночки. Мне нужно что-то типа тех же, что мы используем. О, на каблуках может у нас быть Френ. Но я думаю, что Френ еще рановато каблуки носить. Так, ботиночки. Какие бы нам взять? Можно было бы, конечно, вот такие, смотрите. Типа на платформе, но... Опять-таки, она на платформе вроде не ходила. О, вот такие вот, ребят, ботиночки. И что нам еще очень нужно, друзья мои? Что нам еще очень нужно? Но мы это не использовали. Мистер Пауноч, друзья мои. Вот наш мистер Пауноч. Вот он у нас такой миленький. Смотрите, у нас есть вот такие вот котейки. Ну, вот такой у нас классический мистер Пауноч. Посмотрите, как они классно смотрятся. Смотрите, ребята, мистер Пауноч и Френ Боу. Кстати, а я ее сейчас попробую переделать специально, чтобы она у нас была, ну вот, в подростковом виде похожа. Вот так, мне кажется, уже получше стало. Так, значит, это у нас тоже будет Френ. Я сделала клон нашего персонажа. И немножечко ее видоизменила. Значит, давайте сделаем ее... Ну, она хотела своего котика найти. Она у нас, в принципе, такая вот добрая барышня, хоть и немножечко безумная. Значит, безумная... Господи, дорогая моя, ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты так себя ведешь странно. Ты у нас одиночка, понятное дело. И давайте-ка, может быть, стремление... Стремление... Но она хотела семью, в принципе. Давайте-ка она у нас будет стремиться к... Счастливой семье, да? Она будет стремиться к счастливой семье. И давайте посмотрим на во взрослом виде. Так, вот такая у нас получается Френ, ребят. Но она практически не изменилась. Но, знаете, мне кажется, она получилась очень даже похожей на саму себя. И я надеюсь, что и вам понравилось создание этого персонажа. И я надеюсь, что вы поддержите лайком нашу Френ. И, конечно же, жду ваши предложения по тем или иным кассам в игре Sims 4. Ну, а я буду с вами прощаться. Кстати, можно было бы в Sims 3 ее попробовать создать. Я не знаю, ребят. Если хотите, можем попробовать. Потому что там же мы можем создать Мистера Полночь. Я вам желаю удачи, добра, друзья мои. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик возле подписки на канал. Всем добра. Пока-пока. Увидимся в новых сериях. Субтитры сделал DimaTorzok